Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас второе ноября 2022 года, среда, все ближе и ближе к конец недели. И это радует для работающих. Для меня, как пенсионера, все равно. Каждый день, как конец недели. Местное время 14 часов 18 минут, киевское 15 часов 18 минут и московское время 16 часов 18 минут. Сегодня я продолжаю чтение материалов из книги психолога Сергея Леонидовича Вальгарда под названием «О психологии половой жизни, анализ полового влечения и последняя субглава или подглава этой большой главы анализ полового влечения под названием «Влечение ко владеванию и подчинению». Итак, начинаю чтение. Значит, эта книга была издана небольшим тиражом, небольшим, она малоизвестна, никто ее, скажем так, не перепечатает. Вот, вы пять тысяч экземпляров в 1926 году. Вот удивительно, никто ее не перепечатает, всякую еренду перепечатывают и издают, переиздают. Вот, а это почему-то малоизвестно. Ну, хорошо, тем более приятно, что я ее размещаю. Итак, начинаю чтение. Влечение ко владеванию и подчинению. Здесь перед нами важный, но трудный и спорный вопрос. В мужском половом влечении к женщине есть основания выделить входящее в его состав частичное влечение ко владеванию половым объектом и подчинению его себе. Наоборот, в половом влечении женщины выделяется противоположное частичное влечение отдаться мужчине и подчиниться его воле. Указывает, что в половом влечении женщины эта потребность подчиниться мужчине, отдать себя ему, найти в нем сильного защитника играет большую роль, и оно часто доходит до потребности в рабском подчинении любимому человеку. Этому соответствуют и половые вкусы женщины, ищущей в мужчине силы, смелости, решительности, как в половом обращении с ней, так и вообще. Противоположные качества мужчин в половом отношении не нравятся женщинам. Наоборот, у мужчин наблюдается стремление не только сексуально овладеть женщиной, но и подчинить ее своей воле, своему влиянию, господствовать над нею, как над нищим подчиненным существом. В связи с этим и половые вкусы мужчин требуют от женщины покорности, скромности и вообще так называемой женственности. Противоположные качества в женщинах в половом отношении отталкивают мужчин. Мы должны внимательнее остановиться на изучении этого компонента половой жизни, так как по вполне понятным причинам вопрос этот имеет большое общественное значение. «Современное строительство нового полового быта должно постараться как можно скорее избавиться от этого явления, как одного из наиболее темных и отживших проявлений половой жизни». Вот видите, какая ерунда. Значит, инстинкт надо изменить, а инстинкт нельзя изменить. Но для этого мы здесь более чем где-либо не должны ограничиваться констатированием и анализом факта, а по возможности глубже исследовать вопрос о происхождении этих явлений, о степени их биологической врожденности или социальной приобретенности. Мы попытаемся доказать, что они приобретены человеком в семейно-хозяйственную эпоху его общественной жизни, а не унаследованы им от животных предков. Мы приведем сначала те аргументы, которые обычно приводятся защитниками теории врожденности и биологической древности, рассматриваемых в лечении. В доказательство этой древности и врожденности указывают на основное и биологически целесообразное отличие полового поведения самца и самки, состоящее в активном, агрессивном или наступательном характере поведения самца, к противоположность пассивности, выжидательности полового поведения самки. Это различие действительно существует на самых различных ступенях зоологической лестницы, и оно сохранилось и в половой жизни человека. Для усиления аргумента, как на прообраз этого различия, указывает на различие подвижного сперматозоида и неподвижного женского яйца. В качестве второго аргумента указывает, что при совершении полового акта овладевания самкой является необходимой формой полового поведения самца, и наоборот, со стороны самки такой же необходимой формой является то, что она дается самцу. Без этого совокупление было бы невозможным и неосуществимым. Указывает при этом, что у некоторых животных это половое овладевание неизбежно принимает характер насилия, сламливающего сопротивление самки. Из этих аргументов делается вывод, что в половом влечении самца, мужчины, биологически необходим элемент влечения ко овладеванию и подчинению самки женщины. У женщины биологически необходим и нормален элемент противоположного влечения к покорности и подчинению мужчине. При этом незаметно делается переход из узкой сферы чисто половых отношений в область общесоциальных отношений между полами. Даже свободомыслящий форель серьезно заявляет, в скобочках подчеркнуто мною, Сергеем Вальдгардом, у женщин мазохизм замечается скорее в сфере их нормальных половых чувств, то есть он часто гармонирует с их нормальной пассивной ролью. Женщине не нравится слабый, покорный мужчина. Она хочет иметь сильного, властного мужа на... Которого могла бы смотреть снизу вверх. Вообще, нормальные женщины так же любят, когда муж не слишком часто прибегает к ним за советом, не знает ни сомнений, ни колебаний, а приказывает решительно, даже несколько повелительно, только не сердито. Уверяют, что многие женщины нормальные под вопросом. Это опять маленькое замечание Сергея Вальдгарда. Сами хотят побоев мужа и недовольны, если муж их не бьет. Говорят, это часто встречается в России. Ну, вот такая цитата Фореля. Фореля – это швейцарский психиатр, гипнолог, психотерапевт, сексолог. Форель – прекрасный наблюдатель. Мы не должны закрывать глаза на действительность. Если, к счастью, нашим новым женщинам такая психология кажется чуждой и дикой, то еще очень недавно она была сильна, а пережитки ее тянутся и до наших дней. Но, в отличие от того же Фореля и ему подобных, мы тут же ставим вопрос о происхождении таких настроений. И тогда нам сразу же становится ясным, что они являются пережитками жуткой и беспросветной эпохи семейно-хозяйственных отношений, когда женщина, незведенная на положение собственности мужчины, бесправная и экономически обездоленная, глубоко всосала в себя эту рабскую психологию, от которой она и до сих пор не может вполне избавиться. Дело научной организации половой жизни окончательно ликвидировать эти пережитки. Анализируя приведенные рассуждения, нетрудно выделить следующие три пары соответствующих друг другу явлений. В мужском половом поведении его общий активный наступательный характер. Второе. Влечение к половому овладеванию. Третье. Влечение подчинить себе женщину в общесоциальных неполовых взаимоотношениях, в женском половом поведении. Первое. Его общий пассивный выжидательный характер. Второе. Влечение сексуально отдаться. Третье. Влечение покорно подчиниться мужчине также в общесоциальных, а не только половых взаимоотношениях. Прежде всего, здесь перед нами три пары различных явлений, которые мы должны строго различать друг от друга и которые защитниками в рожденности этих явлений не различаются или различаются недостаточно. Одно дело – активный или пассивный характер полового поведения, другое дело – влечение сексуально овладеть или сексуально отдаться, и совершенно иное дело – собственническая тенденция вообще подчинить себе женщину и рабская потребность вообще подчиняться мужчине. Это различие мы подчеркиваем. Активный характер полового поведения самца и пассивные самки как у животных, так и у человека мы должны признать в основе врожденным. Его врожденный нервный механизм заключается в различном характере проявления основного влечения к приближению и прикосновению к половому объекту. Само это влечение присуще обоим полам, но у самцов оно носит более активный, агрессивный характер, более проявляется в наступательном, приближающемся поведении. У самок влечение к приближению и прикосновению как влечение, как побуждающий механизм существует не менее, чем у самца, но наружное проявление этого влечения в приближающем поведении как бы более заторможено, и это придает ему пассивный, выжидательный характер. Биологические корни этого различия видят в основном половом разделении труда в процессе оплодотворения и развития плода. Самка, как и ее прообраз, женское яйцо является носителем запасов питательных веществ для развивающего плода. Поэтому она тяжелее и неподвижнее. Самец, как и его прообраз, сперматозоид, этих запасов не несет, он легче на подъем и подвижнее, и на его долю выпало пространственное передвижение, необходимое для совокупления и оплодотворения, а также устранения возможных препятствий. Итак, в основе разбираемого различия поведения самца и самки мы должны признать известную долю враженности, в особенности, поскольку это различие наблюдается и у низших животных, хотя бы у насекомых. Но уже у высших животных, птиц и млекопитающих есть большие основания признать, что эти врожденные различия усиливаются половыми традициями, соответствующими положению самки, который принадлежит половой выбор и положению самца, которому приходится стараться понравиться самке. У человека, тем более, это врожденное различие усилено приобретенными элементами. Врожденная основа сохранилась и у него. Но понятно, какую благоприятную почву для усиления этих врожденных основ соответствующей передачи из поколения в поколение социально приобретенных навыков и традиций создали те экономические отношения, когда роль женщины в половой и хозяйственной жизни была сведена на пассивное положение товара, а роль мужчины, покупателя и собственника, наоборот, дала в его руки всю активную сторону дела. Такое положение вещей в более или менее резкой форме тянулось до недавнего прошлого, и созданные им социальные навыки и традиции пережили его и сохранились до наших дней. Вторая пара явлений, которую мы должны здесь выделить, это влечение самца к половому овладеванию и влечение самки сексуально отдаться. Речь идет о чисто половом поведении, о характере поведения самца и самки при совершении совокупления. В главном этот механизм является приобретенным, хотя содержит и известную долю врожденности. Нужно точнее охарактеризовать эти явления. На известной стадии полового процесса сближения двух индивидуумов должно наступить совокупление. Поэтому на этой стадии процесса у самца должна наступить усиленная активность наступательного приближающего поведения, которое и должно проявиться в половом овладевании при совершении полового акта. При этом в некоторых случаях нужно преодолеть сопротивление самки, и процесс принимает несколько насильственный характер. Но врожден ли механизм этого овладевающего поведения при совершении полового акта? Вопросительный знак. Ответ – нет. Мы знаем, что хотя в выполнении совокупления участвует и целый ряд простых, и врожденных рефлекторных движений, все же у высших животных, а в особенности у человека, нужно научиться выполнению полового акта. Это достигается путем подражания детских игр, это утверждение Карла Гросса, научение, наконец, просто путем личного опыта, значительно облегчает дело эрекции и периферический гедонический аппарат, которые придают влечению к прикосновению более определенный характер, направленный на половые части. Поэтому само овладевание при совокуплении совершается не в силу врожденного, а в силу приобретенного механизма поведения. Все же есть и элемент врожденности, но он состоит лишь в усилении активности поведения самца, повышении интенсивности его наступательного приближающегося, приближающего поведения. Благодаря же имеющему опыту, это усиление влечения к прикосновению приобретает характер влечения к половому овладеванию. Итак, врождена лишь частичная реакция, наступающая на известном этапе достигнутого полового сближения и состоящая в усилении активности полового поведения. Все, что наблюдается сверху этого, есть приобретение личного и коллективного полового опыта, передающегося из поколения в поколение в виде влечения к половому овладеванию. То же и у самки. На известном этапе полового сближения появляется частичная реакция, тормозящая ее сопротивление самцу и еще более усиливающая ее общую половую пассивность. К этому присоединяется усиленная потребность в совокуплении, и уже личный и коллективный опыт создает из этого потребность сексуально отдаться самцу. Следовательно, эта потребность является не биологически врожденной, а приобретенной. Но хотя эти влечения сексуально овладеете, сексуально отдаться и приобретенной в коллективном опыте и передаются из поколения в поколение, они имеют по собой не экономические, а биологические корни, они являются продуктом коллективного или социального полового опыта. Этим они резко отличаются от общих, неполовых стремлений владеть женщиной или подчиняться мужчине, имеющих под собой уже экономические корни. Переходим, наконец, к неполовому, а общесоциальному влечению мужчины подчинить к себе женщину и такому же общему влечению женщины покорно подчиниться мужчине. Говорите, какой-либо биологической врожденности этих явлений разумеется, не приходится. Социально-экономическое происхождение этих форм отношений между полами вполне ясно, они выработались в течение той долгой эпохи, когда женщина находилась в экономическом отсюда и всяческом ином подчинению мужчинам. В силу сложности половой жизни человека уже описанное выше влечение к чисто половому овладеванию и обратное ему у женщин перестает быть частичной реакцией, наступающей на известном этапе полового сближения. Оно набрасывает свой отпечаток на весь процесс половых отношений, на все влечение к половому объекту, которое приобретает окраску или влечение овладеть, или влечение починиться, пока еще только чисто в половом отношении. Это создает благоприятную почву для того, чтобы это влечение к половому овладеванию или покорности при соответствующих социально-экономических условиях перешло в влечение к общему подчинению и к общей покорности у женщин. Этот переход и произошел в семейно-хозяйственную эпоху, при этом эти собственнические формы отношений между полами, передающиеся из поколения в поколение, до того крепко въелись в нашу половую жизнь, что пережили свою экономическую основу и даже производят иллюзию биологической врожденности. И сама женщина говорит им Мюллер-Лиер, самый ее характер изменяется в соответствии с волей мужчины. Чтобы ею легче было управлять, она должна быть неопытной и невежественной, целомудренной, послушной, преданной рабой. Ее жизнь должна на всецело раствориться в жизни мужчины. Одним словом, она должна обладать чертами так называемого женского характера, чтобы понравиться мужчине. Конец цитаты. Это издание Мюллера-Лиера под названием «Фазы любви». Издание «Москва-Ленинград». Так глубоко проникли в половую жизнь человека приобретенные собственнические настройки. Мы еще вернемся к их подробному анализу в главе о собственнических осложнениях любви. Здесь же для нас важно усыновить лишь то, что, хотя мы и признаем влечением мужчины подчинить себе женщину и влечения женщины покорно подчиниться мужчине в большей или меньшей мере, входящими в состав сложного полового влечения к объекту в той его форме, в которой оно унаследовано от времен собственнических половых отношений, но мы категорически отвергаем в них какой-либо элемент биологической врожденности, а считаем их всецело социально приобретенными. Явление мазохизма, поскольку оно проявляется в половом удовлетворении от покорной подчиненности объекту, и поскольку оно в то же время часто было описано у мужчин, на первый взгляд противоречит вышесказанному. Сторонники врожденности в лечения к покорности и подчиненности ищут его объяснения в неправильной гомосексуальной конституции на почве неправильной внутренней секреции. Не признавая этой врожденности, мы должны искать объяснения мазохизма в той же области экономических причин. Иван Блох говорит, начало цитаты, «несоразмерно большой процент мазохистов дают юристы, чиновники высшего ранга и судьи, то есть люди, обладающие по своему положению известной властью». Дальше он же приводит примеры мазохистов, богатых купцов, инженеров, министров. Ясно, что разгадку мазохизма подчиненности, мы отличаем его от мазохизма боли. Нужно искать в хозяйственном положении этих обеспеченных и власть имущих буржуа, пересыщенных своей властью и положением, да к тому же благодаря проституции и мужской половой распущенности, пересыщенных и в половом отношении. Но это, скажем так, произвольное объяснение Вальгарда. Ну, вот, я вам зачитал это, закончилось, и таким образом я заканчиваю чтение этой большой главы о половом поведении, да, анализе полового поведения. Следующая, четвертая глава заглавлена «Любовь». «Любовь». Значит, но уже чтение этой главы из книги Вальгарда о психологии половой жизни я зачитаю вам в следующий раз. Начну зачитывать, вернее, все, конечно, я не зачитаю. Почему? Потому что слишком много и не удастся. Таким образом, уже из этой книжицы я зачитал первую часть, общая часть, вторую, основные механизмы полового поведения и перейду к третьей. Нет, третья, это тоже я вам зачитал анализ полового влечения. Перейду к четвертой. Четвертая ознаменована или ознаглавлена «Любовь». Любовь как закрепленная гедоническая реакция, половая любовь и ее осложнения. Пятая глава – это осложнения половых отношений, нежность, симпатия и доброжелательность, потребность взаимности, собственнические осложнения половой жизни и ревность. И шестой – это половой объект, сложность полового объекта у человека, нагота и одежда, другие усилители возбуждающего действия полового объекта и половые вкусы. То есть, по сути дела, мне осталось зачитать еще три главы. Ну, вот так. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение последней субглавы или подглавы большой, большой главы под названием «Анализ полового влечения». И прощаюсь с вами. До следующего раза. Спасибо и до свидания. Продолжение следует...